Всем привет! Сегодня покажу очень полезное видео для тех, у кого перестала работать сим-карта, либо перестала работать слот, в котором находится сим-карта. То есть, допустим, у вас было две сим-карты, то есть телефон поддерживает две сим-карты, и у вас внезапно пропала одна сим-карта, то есть одна работает, а вторая нет. На самом деле причин очень и очень много. Телефонов тоже очень много, очень много моделей, функции, да, очень похожие, но у кого-то работает, у кого-то нет. В общем, сейчас я покажу много различных вариантов решения проблемы. Какой вам подойдет, конечно же, я не знаю. Но вы, конечно, постарайтесь попробовать каждый из этих вариантов, и, скорее всего, на 100% вы решите проблему этой ситуации. Смотрите, самое первое, на что хочу обратить внимание, на ваш слот сим-карты. Вот, допустим, я достаю слот сим-карты. Вот у меня и флешка, и сим-карта, и есть еще дополнительный слот для сим-карты. Первое, что вам нужно сделать, если у вас пропала сеть из другой сим-карты, это поставить сим-карту в другой слот. Вот таким образом, чтобы убедиться в том, что работает не сим-карта, а проблема в чем-то другом. В общем, первым делом переставляете местами сим-карту, и потом пробуете вставлять. Если она появляется, то проблема, скорее всего, в самом слоте. Проблема механическая. Вот, смотрите, если присмотреться, то вот здесь есть такие контакты, вот, точечки. Вот, на вашем телефоне 100% они тоже есть. Вот, каждая точка, она должна совпадать со своим контактом. Если вдруг есть какая-то механическая поломка, имеется в виду, ну, неправильно ставили, там, резко вставили, косо вставили, в общем, что-то не так где-то вставили, даже саму сим-карту, вот, смотрите, есть выемка, а вы могли вставить, там, допустим, не той выемкой, вот, как нужно, вот таким способом, а там, ну, наоборот, подставили случайно. Оно, конечно, войдет в сим-карту, но при этом, конечно же, все контакты не совпадут, будет либо замыкание, либо ничего не будет, но в этом случае все равно контакты повредятся, и ваша сим-карта просто не будет работать. Первым делом перепроверяем, меняем местами слоты, чтобы перепроверить, работает или нет. Вставляю обратно, опять же, еще раз повторяюсь, я сейчас рассказываю все варианты, которые можно сделать. Вы уже дальше решаете, что вам нужно делать. Можете пробовать абсолютно все варианты, возможно, какой-то из них вам поможет. Второй вариант, смотрите, находим настройки, ищем пункт сим-карты и мобильные сети, у кого-то может называться просто сим-карты, либо мобильные сети, это уже в зависимости от вашего мобильного устройства. Заходим сюда, здесь показываются две сим-карты. Первая, допустим, активна, вторая неактивна. Но в моем случае она просто не стоит, потому у меня не выбрана. Если у вас просто стоит неактивна, вы нажимаете по вот этой карточке, и сразу же в меню будет высвечено «Включить либо выключить сим-карту». Это первое решение, если у вас так получилось. Если не в этом проблема, вот здесь обращайте внимание на ползунки. «По умолчанию для вызовов». Допустим, бывает такое, что нет интернета, бывает такое, что нет сети. Вы не можете звонить по этой сим-карте. Вот здесь переключается. То есть по умолчанию для вызова либо первая, либо вторая сим-карта. Так же самое и интернет. Нет интернета. Допустим, переключаете через первую, либо через вторую, потому что очень мало телефонов поддерживают одновременную сеть и прием через интернет. Поэтому здесь обращайте внимание, возможно, просто у вас эти ползунки отключены. Дальше, если это не помогло, дальше что можно сделать? Заходим о телефоне, нажимаем на свою версию прошивки, вот 14-я, допустим UI, вот здесь троеточие, нажимаете дополнительно, отчет об ошибке, и вот здесь пишите свою проблему. Если хотите, можете сделать скриншот, но вот здесь, допустим, выбор категории. Мобильные сети, время, ну пишите свое время, когда вы, допустим, даете эту информацию, и нажимаете отправить. И через какое-то время, возможно, ваши проблемы решатся. Но опять же, я один раз так посылал, где-то ждал около недели. Дальше, что можно еще сделать? Заходим в настройки, ищем опять же о телефоне, находим подробная информация и характеристики, вот здесь листаем и ищем версию ядра. Не версию прошивки, а версию ядра. Нажимаем по ней несколько раз. Попадаем в вот такое дополнительное меню. Секретное меню. Первое, смотрите, есть сим-тест. Нажимаем сюда. И смотрите, сим-1 активно, и вторая тоже активно. Первое, вы можете теперь проверить, активно ли ваша сим-карта или нет. Если до этого у вас ничего не получилось, просто возвращайтесь немножко назад и ищите внутреннюю память. Тоже нажимаете несколько раз и попадаете в дополнительное меню. И здесь дальше нажимаете на информацию о телефоне 1 и перезаружаете вот эти два ползунка. То есть мощность радиосигнала отключаете, потом включаете и точно так же включить DC-DS. Включаете, выключаете. Это тоже может помочь. Если это вам не помогло, то смотрите, можно просто перезапустить телефон в режиме рекавери. У меня есть на канале видео, как это сделать. В общем, заходим в настройки, о телефоне, нажимаем по своей версии прошивки, нажимаем троеточие, настройки, дополнительно, будет вариант, где можно выбрать перезаружить в рекавери меню. Если у вас такой настройки нету, то вам нужно просто зажать несколько кнопок вот здесь. То есть громкость вверх и вашу кнопку питания. И когда телефон начнется выключаться, зажать кнопку вниз и при этом не отпуская кнопку питания. В общем, процедура получается не с первого раза, но вот здесь у вас внизу будет написано рекавери, что это вам дает. То есть вы посмотрите, ваш телефон загрузится полностью без всяких программ, без всяких вирусов, без всего. То есть так, как он пришел из завода. Если у вас будет сеть вот здесь нормально ловить, то значит проблема в вашем программном обеспечении и вам нужно либо поменять прошивку или сбросить до заводских настроек. Более подробно как зайти в рекавери меню и как выйти из него. У меня есть уже давно ролик на канале. Можете посмотреть. Следующий способ, конечно же, вообще очень жесткий. То есть заходим в настройки и вот здесь ищем сброс настроек. Заходим сюда и вот здесь делаем стереть все данные. То есть возвращаем телефон к заводским настройкам. Все полностью удалится. Все ваши аккаунты, все ваши данные на телефоне. В общем, то, как вы купили телефон, все вернется так, как было при покупке. Это тоже решает много проблем в этом случае. Есть еще один способ. Смотрите, самый последний показываю, который не теряет данные, но скорее всего поможет. В большинстве случаев он помогает, судя по комментариям. Где-то процентов 80 зрителей, которые смотрят, помогло. Вот этот самый последний способ. В общем, смотрите, вот здесь есть клавиша громкости. Вверху, понятное дело, мы добавляем громкость. Внизу меньше делаем. И вот здесь у меня есть клавиша питания. Вот, чтобы было видно. Вот клавиша питания. Что вам нужно сделать? Вам нужно просто зажать кнопку вниз, клавишей громкости вниз, уменьшить громкость. И одновременно нажать на кнопку питания. И держать до тех пор, пока телефон не начнет перезагружаться. Этим самым вы полностью избавитесь от всего кэша, который есть на телефоне. От всех фоновых процессов. От всех полностью рабочих моментов по телефону. В общем, все-все. Оно очистится. И в большинстве случаев вот это удаление, оно помогает, чтобы восстановилась ваша сим-карта, если телефон ее не видит. Но я думаю, что вам конкретно это поможет. То есть, зажимаем. Вот таким образом держим. Делается скриншот, якобы. Ну, это в моем случае. И все. Телефон перезагружается. Смотрите. Fast Reboot. Идет жесткая перезагрузка телефона. Держим. Еще держим. Отпускаем. И проходит где-то 30 секунд времени. И телефон начинает перезагружаться заново. И освобождается абсолютно от всех фоновых процессов, которые только могли быть. Все. Вот, пожалуйста, все запустилось. В принципе, все работает. Смотрите. Пишите комментарии. обязательно у кого получилось, у кого нет. По этим способам. Если что-то не получается, то я сниму еще один ролик еще с другими вариантами, как можно это все легко решить. Смотрите.